Инвестиционная цифровая и киберграмотность. В Чувашии проходит финальный этап конкурса региональной финансовой журналистики. Выбор в пользу здоровья. В день отказа от курения чебоксарцы приняли участие в антитабачной акции. Студенты разных стран, объединяйтесь. В Чувашии прошел фестиваль дружбы народов. Чебоксарский аэропорт превратится в современную воздушную гавань. К масштабной реконструкции планируют приступить уже в этом году. Проект реконструкции столичного аэропорта получил положительное заключение глав госэкспертизы России. Сейчас предстоит получить разрешение на строительство объекта. У авиаперевозчиков на него большие планы. От старого здания не останется практически ничего. То есть на основе старого здания будет расстроен новое здание, внутреннее наполнение будет полностью переосмотрено, перестроено и перепланировано. Реконструкция пройдет в четыре этапа и завершится к 2023 году. После чего площадь аэропорта увеличится. Появится пристрой со стороны перрона и при вокзальной площади. Вернется к работе второй этаж, который около 10 лет был закрыт. Наверху будет зона вылета, точки торговли и питания. Внизу пункт досмотра, регистрация и лента получения и выдачи багажа. Это не просто частный проект. Это проект для города и для республики социально значимый. И, конечно, мы на каждом этапе его реализации будем его сопровождать и помогать инвестору. На время реконструкции работа в воздушной гавани остановлена не будет. В перспективе аэропорт должен принимать одновременно несколько самолетов. Инесса Потапова, Регина Кубайкина, Бахтиарвилиев, Республика. О новых правилах размещения в многоквартирных домах, оборудовании операторов связи говорили на совещании в Доме правительства. Речь идет о попорядочении подключения телевизоров, интернета, работе сотовой связи. Утвержден федеральный приказ, определяющий порядок подключения к электросетям. Он предусматривает более активное участие жителей дома в решении этих вопросов. Мы определили порядок подключения, прежде всего, к электросетям, где мы рекомендовали создавать комиссию, куда будут включаться представители собственников жилья, операторов связи, которые должны проведить инвентаризацию размещения в многоквартирных домах средств связи и сооружения связи, а также обеспечивать контроль по правомерности размещения средств связи, исполнения технических требований к их монтажу. Кроме того, будет разработан открытый меморандум, к которому смогут присоединиться заинтересованные стороны и где будут прописаны все положения. Приказ еще дорабатывается и дополняется. Глава региона Олег Николаев отметил, что важно установить общие стандарты, обязательные для соблюдения, и поручил подключить к этой работе Ростехнадзор. Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии проходит финальный этап конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона». В его рамках проходят семинары по финансовой грамотности, дискуссии и встречи с экспертами. Динамичные изменения в инвестиционной, цифровой и киберграмотности обсудили сегодня глава региона Олег Николаев и первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. В Чувашии второй год работает Центр финансовой грамотности населения. Здесь формируют грамотное обращение с деньгами у всех слоев населения, от учащихся до пенсионеров. И не важно, наличные это средства или банковские карты. Работа Центра направлена на защиту интересов граждан, отметил Олег Николаев. По мнению Сергея Швецова, формирование у населения культуры отношения к деньгам – очень важный аспект. У нас так финансовый рынок устроен, что он сейчас все больше и больше растворяется в нефинансовых сервисах. То есть вы приобретаете в магазине чайник и даже не понимаете, что получаете кредит. То есть вам кажется, что вы покупаете в рассрочку, на самом деле вы получаете кредит. Вы покупаете машину, вам дают страховку. Вы берете ипотеку, вам дают страховку. Киберграмотность, цифровая грамотность – это то, что позволяет человеку в этом во всем разобраться и принять правильное решение. Сегодня же Сергей Швецов принял участие в круглом столе Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Там состоялась встреча с журналистами и победителями конкурса «Рублевая зона». Сразу после этого состоялся брифинг с участием председателя Комитета Анатолием Аксаковым. Подробнее завтра в наших выпусках новостей. Напомним, что в прошлую пятницу в Республике с рабочим визитом побывал председатель Комитета Госдумы по делам национальности Валерий Газаев. Круглый стол, прошедший в национальной библиотеке, объединил всех, кто хранит язык и традиции, самобытность и культуру своих народов. Чувашия стала родным домом для 128 национальностей. В Республике работают более 30 национально-культурных объединений. Уважаемые коллеги и друзья, я хотел бы несколько слов сказать на чувашском языке. Всех иракун полтар. Руководитель региона Олег Николаев отметил, что национально-культурные объединения ведут в регионе активную работу. Правительство поддерживает многие проекты с помощью грантов. Та работа, которая на сегодняшний день в Чувашской Республике организована в области национальной и межнациональной политики, она носит системный характер. И мы здесь нацелены, прежде всего, сохранить то согласие, которое всегда было свойственно для Чувашской Республики. Ну и, конечно же, сделать все, чтобы каждому жителю Чувашской Республики, независимо какой национальности или вероисповедания он не был, ему было комфортно здесь жить и развиваться. Во главу угла в Республике ставят продвижение родного языка. В 67 детских садах и 158 общеобразовательных школах реализуют программы дошкольного образования на Чувашском языке. Три детских сада и пять школ на татарском. Кроме того, готовится новый учебно-методический комплект по Чувашскому языку. Учебник поступит в школы к началу нового учебного года. Валерий Газаев согласился с тем, что сохранение национальной идентичности неразрывно связано с развитием языка. По его мнению, вопрос по объединению регионов, которые активно обсуждаются в обществе, нуждается в детальной проработке. И действовать здесь надо осторожно. Моё мнение, нельзя две совершенно разных республик объединять непонятно, так сказать. У каждой республики свои традиции, культура, история. В конце концов, так сказать, обычаи. Поэтому вместе, ну это сложно будет, на мой взгляд. Да, есть, допустим, республики, которые, может быть, которые действительно, так сказать, есть единый язык, единое понимание, значит, отношения, культура единая. Может быть, и есть смысл. Значит, а что касается просто взять огульно две республики сайдить, мне кажется, что, моё мнение, это неправильно. Участники «Круглого стола» ознакомились с выставкой, посвященной 150-летию основания чуварской письменности. Экспозиция отражает все этапы становления и развития чуварской письменности, от древнейших её символов до этапа цифровизации. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошейн, Андрей Шоклев, Республика. 30 мая завершилось предварительное голосование в партии «Единая Россия». В нём могли принять участие все жители страны, независимо от политических взглядов. В республике были зарегистрированы 220 кандидатов в 22 округах по выборам депутатов Госсовета Чувашии и в двух избирательных округах по выборам в Госдуму России и в список партии. В электронном голосовании в республике участвовали более 180 тысяч выборщиков. Подробности в нашем материале. Мы видим, что подсчёт голосов начался. На текущий момент уже подсчитано 3000 голосов. Процесс идёт довольно быстро. У нас на связи все 85 регионов. Каждому есть что сказать. Подключилась и наша республика. В региональном отделении партии «Единая Россия» вчера вечером было многолюдно. В электронном голосовании приняли участие более 180 тысяч выборщиков. Напомним, оно стартовало по всей стране 24 мая и в нём мог принять участие любой житель, независимо от его политических взглядов. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, представят партию на осенних выборах. На этот раз предварительное голосование проходило в электронном формате. По списку в Госдуму участвовало 31 человек. Все люди достойные, уважаемые. Самое масштабное электронное голосование прошло без боев, сказал по видеоконференц-связи председатель партии Дмитрий Медведев. Система выдержала. Все данные сохранены, все голоса учтены. Республика показала хорошие результаты. В среднем электронно через портал Госуслуги проголосовали почти 20% избирателей. Предварительное голосование вызывает всё больший интерес у жителей нашей республики. Мы сделали упор именно на электронное голосование. Многие жители реально считают сегодня удобным любое обращение в органы госвласти, и в том числе пользованием порталом Госуслуги. Волонтёрские мобильные бригады осуществляли своё движение в большей степени в наших районах. Мы благодарим всех, кто рассказывал о предварительном голосовании. Демократическая процедура электронного голосования позволила сделать всё максимально открыто и прозрачно. Правильное зачисление голоса можно будет проверить после подведения итогов. В списках партии много новых лиц. Народ выбирает, партия выдвигает. Это основной принцип «Единой России». И поэтому тот, кто победил в результате предварительного голосования, будет уже иметь преимущественное право. По сути, участвуя в предварительном голосовании, кандидаты от партии донесли до избирателей свою чёткую программу будущих действий. Как сказал Дмитрий Медведев, таким образом началось сформирование народной программы партии, с которой «Единая Россия» пойдёт на осенний выбор. В последнее воскресенье мая все работники химической отрасли отмечают свой профессиональный праздник. В республике в этом направлении работают два завода-гиганта. Глава Чувашии Олег Николаев посетил один из них – Вурнарский завод смесивых препаратов. Предприятие выпускает химические препараты от сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. Завод – один из крупнейших экспортеров в Чувашии. Кроме того, он участвует во всех социальных проектах в муниципалитете. Построен фокс-бассейном, реконструирован стадион и лесопарковая зона. Олег Николаев отметил, что это результат эффективного частного государственного партнёрства. Самое главное – взаимное доверие между бизнесом и властью, которое в итоге потом монетизируется в конкретные результаты. Разделили предприятия условно на три группы. Крупные, такие как «Авгус», «Химпром», «Тракторный» и ряд других предприятий, которые являются крупными налогоплательщиками в бюджете Чувашской республики и крупными работодателями. Мы с ними работаем по принципу плану совместных действий, когда намечаем некие общие направления, прежде всего основываемся на планах развития этих гигантов, и дальше смотрим, какие инвестиционные проекты надо синхронизировать с планами развития этой территории. И это даёт колоссальный эффект. Ещё одно градообразующее предприятие района – местный мясокомбинат. В хозяйстве около пяти тысяч голов крупного рогатого скота. Предприятие находится на втором месте по валовому надою среди сельскохозяйственных организаций. Строятся новые площадки. Уже запустили коровник на 440 голов, возводят телятник. Поголовье увеличивается. Так как мы племм предприятия, нам нужно стадо либо продавать 10%, либо повышать наше стадо. Мы решили, что нам выгоднее повышать стадо, и 10% мы ежегодно повышаем стадо. Благо у нас телята есть. Для этого мы строим и новые родильные отделения, вот телятники строим. Производство молока в организованных хозяйствах республики продолжит поддерживать специальными программами. Здесь по сравнению с личными подсобными хозяйствами можно четко планировать объемы и отслеживать качественные характеристики продукции, отметил глава региона. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошеин, Республика. 31 мая – день отказа от курения. По всей стране проводятся акции антитабачной направленности. В Чебоксарах студенты-волонтеры медицинского колледжа и специалисты республиканского наркодиспансера и Центра медицинской профилактики вышли на улицы Чебоксар, чтобы еще раз напомнить горожанам об ответственности за свое здоровье. С такими лозунгами ломать стереотипы вышли на улицы столицы участники акции против курения. Волонтеры-медики уверяют, что эта акция непременно должна помочь тем, кто на распутье. Воспользоваться ломентом и попытаться отказаться от этой весьма вредной привычки. Хорошо, что я не курю. Извините, пожалуйста, бутылеты. Курение вредит здоровью. Никогда не пробовал и не буду. Это выгодно и будет меньше проблем с здоровьем. Сам видел, как курящие люди задыхались, когда курят. Во-вторых, это экономично для сбережения денег, потому что многие люди на курение тратят много своих денег. С новыми сигаретами, которые сейчас придумывают люди, это по типу электронных сигарет и всяких вейпов, я мало знаком, но я считаю, что они тоже вредят здоровью. Татьяна Чемякова, как будущий медработник, знает состояние здоровья современной молодежи, объясняет актуальность подобных акций. Слишком равнодушны и самоуверенно стали парни и девушки. И при этом не слишком хорошо представляют себе последствия вредных привычек. Мы здесь для того, чтобы предотвратить курение молодежи, чтобы они не курили, чтобы сохранили здоровье. У них должны быть свои цели, свои желания, чтобы не курить и бросить курить. Наше здоровье в наших руках. Табачная зависимость лечится вполне успешно. Надо лишь правильно настроиться и замотивировать себя. В этом году акцию решили провести под девизом «Возьмем обязательство, прекратим курить». Именно в период COVID курильщики были наиболее уязвимой группой населения, которые страдали от вируса. И сегодня очень важно, чтобы каждый житель нашей страны, нашего города, вот на минуточку сел, задумался и для себя мысленно построил такую табличку, что мне дает никотин и что будет, если я прекращу курить. Табачная зависимость – это то состояние, которое лечится, и то состояние, которое дает новое качество жизни. Сегодня консультирование по вопросам табачной зависимости проводят врачи первичного звена. Также при необходимости можно обратиться в специализированную службу. В любом случае это лучше, чем потом лечиться от тяжелых последствий. Наталья Мальчикова и Георгий Кривошейн, Республика. Детской музыкальной школе номер 5 имени Филиппа Мироновича Лукина в этом учебном году исполнилось 50 лет. Полвека назад она открылась в одном из столичных микрорайонов, который только еще застраивался, и за эти годы стала творческим центром для юных чебоксарцев. От флейты до скрипки, от гаммы до самостоятельного произведения. 50 лет в музыкальную школу спешат ученики. Кого-то привели родители, а кого-то музыка сопровождает всю жизнь. Александра Ершова из музыкальной семьи. Папа сам преподает в этой школе. Я с первого класса обучаюсь игре на флейте, и параллельно еще играю на фортепиано. Уже в этом году я буду поступать в музыкальное училище чебоксарское имени Павлова. Музыкальная школа научила не только нотной грамоте, но и помогла обрести друзей. Все-таки мир музыки – это особый мир, и поддержка единомышленников просто необходима. Это второй дом, я каждый день сюда ходила, уроков много было. Тут была поддержка, даже если в школе тяжело, могли помочь. Ну, хочу, чтобы дети сюда поступали и ходили сюда с удовольствием. Музыкальная школа номер пять специализируется на нескольких направлениях. Это и обучение игре на музыкальных инструментах, и вокальное мастерство, и даже театральное искусство. А еще каждый ученик знает о том, какой след в чувашской культуре оставил выдающийся музыкант, чье имя носит школа – Филипп Лукин. Это замечательный музыкант, который для Чувашской республики сделал огромное дело. Он собрал народ на певческом поле, пометуя о словах Петра Хузангая о том, что наша республика – это страна ста тысяч вышивок, узоров и песен, конечно. Поэтому мы – поющая школа. Это для нас важно, почетно, и это притягивает очень многих, потому что талант, умение петь, он всегда с собой у детей. Талантливые педагоги, целеустремленные воспитанники, полвека богатого прошлого, яркого, настоящего и блестящего будущего – все это столичная детская музыкальная школа номер пять имени Филиппа Мироновича Лукина. Ульяна Питакова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. В Чувашском государственном университете имени Ульянова прошел фестиваль «Дружба народов. Ритмы мира». Он объединил студентов разных стран. В стенах университета шум, смех, перекличка народных инструментов. Но звук для многих непривычен, словно отправляешься в путешествие по миру. Студенты из бывших союзных республик и дальних стран постарались показать свои костюмы, флаги и национальные блюда и адаптировать их под российские гастрономические традиции. У нас есть в Марокко, у нас кускус, но здесь в России можно продать. Это мсиммен, потому что у нас здесь в Марокко сделает с мук и воды, и мы пьем с чаем. А в России это как похоже. В России это мы называем лепешкой, а в Марокко называют это мсиммен. Это очень вкусно. У нас есть одно дерево, которое называется имбонейру. Она дает вот эти плоды, да, плоды, которые называются мукуа. Из этого можно делать как китель, соки, просто сладкие. Фестиваль проводится с 2017 года, и желающих принять участие в этом ярком мероприятии меньше не становится. Меняется состав участников, но интерес к событию остается неизменным. Студентам нашим очень нравится рассказывать про свою страну, про свою культуру. Здесь на выставке нет ни одного равнодушного человека, ведь столько красок, столько энергии, столько эмоций, и каждый год наших участников становится все больше и больше. Я принимаю участие четвертый год подряд, и не упускаю возможности, потому что этот фестиваль очень богат культурой, и я очень рада, что у меня есть такая возможность. Сама я участвую в чувашском танце. Мы тоже хотим показать, что наша чуваша, она прекрасна своей музыкой, своим танцем, и мы тоже любим свои традиции, свою республику. Фестиваль продолжился интернациональным концертом, и тут язык культуры зазвучал еще выразительней. В Чебоксарах после масштабного ремонта открылся стадион «Олимпийский», а в юго-западном районе столицы положили начало реконструкции стадиона «Волга». На реализацию проекта из федерального бюджета будет направлено около 1,2 миллиарда рублей. Обновить футбольное поле на «Олимпийском» удалось благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Региону были выделены субсидии в размере около 8,5 миллионов рублей. На эти средства на футбольном поле заменили дренажную систему, наружное освещение, установили современное информационное табло, трибуны для зрителей, судей и запасных игроков. Стадион «Волга» – один из старейших в городе. Когда-то это было самое популярное место отдыха у жителей Чапаевского и Кировского поселков. И сегодня спрос на услуги спортивного объекта большой. После реконструкции здесь появится трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс в котором будут залы тяжелой атлетики и единоборств, два универсальных спортивных зала и бассейн. Кроме этого запроектированы ледовая арена и стадион с полноразмерным футбольным полем. «Создаем комфортные условия жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом, для людей, которые здесь проживают. И уверен, что это место будет любимым не только для жителей Юго-Западного района Горчебоксара, но и для всех жителей Горчебоксара, возможно даже и гостей столицы, которые будут сюда приезжать и с удовольствием будут заезжать на эту площадку». На реализацию проекта по реконструкции стадиона «Волга» из федерального бюджета будет направлено около 1 миллиарда 2 миллионов рублей. Из республиканского – более 13 миллионов рублей. Ульяна Питакова, Вадим Владимиров, Республика. В столице Чувашии завершились предолимпийские старты по спортивной ходьбе. По итогам российского командного первенства из 12 регионов хорошие результаты показала Республика Мордовия. «Чувашия» на пятом месте. В столицу Чувашии приехали почти 180 легкоатлетов. Впервые местом проведения соревнований сильнейших скороходов страны стала Московская набережная. «По первым отзывам тренеров, спортсменов, место, говорят, еще лучше, чем даже на пиршном поле, потому что тут структура сейчас после капитального ремонта, и пляж, и дорожка очень хорошая, асфальтовое покрытие классное. Поэтому большинству спортсменов, и тренеров, и представителей это место очень понравилось». Основные старты чемпионата – мужские и женские заходы на дистанции 50 и 20 километров – прошли в субботу. А в воскресенье на стадионе Олимпийский состоялись юношеские и юниорские заходы в дистанции 3, 5 и 10 километров. Соревнование открыл председатель Комитета Государственной Думы России по делам национальностей Валерий Газаев. «Действительно, Чувашия – достаточно мощная, сильная, спортивная держава. Глава Чувашской республики Олег Алексеевич Николаев делает все возможное, чтобы действительно спорт развивался, не только профессиональный спорт, любительский. Это очень важно, очень важно, чтобы все занимались спортом, потому что это здоровье, это норма здоровья». В состязаниях приняли участие свыше 30 спортсменов из Чувашии. Ходоков пришли поддержать коллеги – те, кто раньше занимался этим видом спорта. В их числе Александра Деверинская, Ольга Чугунова и Ольга Ерудкина. «Очень гордимся, что мы действительно занимались, мы были командой прекрасной. И вот мы часто встречаемся, встречаемся на соревнованиях, и нам есть что вспомнить. Но пока до сих пор дружим мы с Мордовией. Да, спорт укрепляет дружбу». «Пришли посмотреть сегодня на своих, на набережной, новой трассы. Очень нам нравится. Здесь свежий воздух, Волга рядом». По результатам чемпионата спортсмены из Мордовии показали в этом году наилучшие результаты. Чуваша оказалась на пятом месте. Однако в дистанции 20 километров наша спортсменка Марина Новикова завоевала бронзовую медаль. Кирилл Фролов на дистанции в 50 километров оказался в шаге от призового места. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. Это главные новости Чувашии в понедельник 31 мая. До свидания.